Почти 1200 подписей. Это на момент написания сюжета. У президента страны просят уголь для ТЭЦ, новые котлы и наказать чиновников смерти работника котельной во время очередной аварии. Упоминают и недавнее ЧП 12 ноября. Тогда у жителей города были чуть теплые батареи. Ну, слава богу, в квартире сейчас тепло. Петиция была осознанная, потому что мы боимся, что будет снова холодно и опять повторяться те переживания, те аварии, которые встречались ранее. Я не могу говорить за всех жителей в целом, потому что у меня такого права нет. Но если вы обратите внимание на те комментарии, которые они оставляют именно в петиции, подписывая ее. Там есть даже сотрудники ТЭЦ, которые пишут, что сами котлы в таком состоянии, что они еще одну зиму не выдержат. В компании, работающей на ТЭЦ, рассказали, все котлы исправны. Один отапливает, два в резерве, в жилых помещениях больше 20 градусов, а где-то даже 25. С углем все хорошо. И все же обнадежить никого не могут. Гарантии никто не даст вообще на сегодняшний день, потому что это же техника, это железо, понимаете. Все котельные на сегодняшний день, на сейчас, они находятся в рабочем состоянии. Вы же понимаете, что срок эксплуатации их уже приличный. Там не один десяток лет, и все они нуждаются в замене. Вся проблема, по словам руководства, в том, что частная Яровская топливно-энергетическая компания получила ТЭЦ в полное управление всего полтора месяца назад. До этого теплоэлектроцентраль принадлежала городу. Предприятии заявляют, делают все, чтобы минимизировать риски аварии. Планируют даже заменить котлы, а в будущем начать ремонт теплосетей. Только просят дать время. Андрей Дреер. День с толком. Продолжение следует.